Друзья, приветствую! Снова посылка от Сергея из Кастамукши, Карелия. В посылке два образца, образцы двух разных масел, поэтому сегодня проверка будет Mobil 1 ESP. Видели на этикеточке. Так, это Titan Novos, его я проверял вчера, а сегодня будет, как я уже сказал, Mobil 1. Так, это по Mobil описание и условия эксплуатации. А это вот по Mobil. Автомобиль, условия эксплуатации. Баночки сейчас я распакую, ведь они загерметизированы изолентой, но тем не менее немного пролились. Вот, и можно будет приступать. Эталон данного Mobil у меня был. Значит, указано, что это масло приобреталось в 2021 году, поэтому я первым делом сравнил с самой свежей рецептурой такого Mobil. Но это масло показало сильное превышение, поэтому я сейчас сравниваю свежее с рецептурой 2019 года. Мне также присылали, у меня два эталона есть, грубо говоря, на Mobil 1. И посмотрим, что покажет. Ну и даже относительно рецептур 2019 года, 110 по противоизносным присадкам, выше кислотная, выше на 0,18 и выше на, там, по-моему, в новой рецептуре, самим последней я указывал 7,5, щелочной здесь 8,7. То есть, и даже это, похоже, это или 2018 года, блин, разлив, ну, что-то такое. Значит, всю рецептуру я обновил спектр, подправил, 8 поставил, 2,3 кислотная. И давайте проверим данный автомобиль, данные по автомобилю. Это Mazda CX-5 2017 года, 2,5 бензиновый двигатель, 78, 600 тысяч пробега, 272 моточаса. Ну, смотрим. Значит, 41% по противоизносным присадкам, нейтрование, окисление, все в норме. Есть небольшая сажа, 0,03%, нормальная абсолютно. Но вот что здесь такое, немножко выбивается, это кислотная, всего подросло на 0,33%. Маленький рост, очень учитывая моточасы. И, в общем-то, медленно снижается, ну, да, естественно, медленно снижается кислотная. Ой, простите, шелочная. Снизилась на, получается, 1,7 всего. Ну, сейчас я вам причину покажу, возможную. Сейчас сравню. Значит, масло, у масла большой запас, но я сейчас сравню вязкость. Я уже знаю, естественно, результат. Давайте я вам покажу. Смотрите. Это, честно говоря, катастрофа. Посмотрите, масло разжижилось выше всяких пределов. То есть я оценивал разжижение примерно 125-130% от максимального. То есть оно уже разжижилось. Я не знаю, даже какой-то, даже не 20-ка, мне кажется, это уже какая-то пятнашка стала маслом. Да, кстати, не забывайте отметить видео. Подписаться, кто не подписался, нажимайте колокольчик. Ну, и, значит, прогноз по ресурсу. Посмотрите, моющие нейтрализующие свойства. 760 моточасов. Но я подумал, что, возможно, из-за большого наличия топлива здесь данные не совсем корректны. Например, по кислотному. Потому что оно слишком медленно падало. Возможно, топливо как-то повлияло на это. По нейтралованию 570 часов. Ну, в общем-то, очень похоже. 500 часов примерно так. 400-500 часов обычно воздушные фильтры ходят. И по вязкости, посмотрите, 218 часов масло умерло на этом. Но и то это очень опасно, когда оно уже на пределе. И давайте, возникали часто вопросы по этому поводу разжижения топливом. И сейчас я вам покажу текст, приведу. Это, значит, статья в журнале «Химия и технология топлива и масел». И вот, можете почитать. В Государственном научно-исследовательном институте по промышленным тракторам проводились исследования, в ходе которых было отобрано 60 образцов масел из картера дизельных и бензиновых ДВС, транспортных средств импортного и отечественного производства, принадлежащих частным лицам и предприятиям в процессе рядовой эксплуатации в сельской местности и городских условиях. Краткий анализ показал, наличие охлаждающей жидкости обнаружено в 72% проб, из них 53 отработанных масел признаны непригодными в дальнейшей эксплуатации. Половина по гликолю. Примерно половину, одинаковая вероятность ДВС и дизельных. Далее, доля проб масел загрязненных топливом. 60% образцов загрязнены топливом. По данному показателю состояния бензиновых и дизельных ДВС существенное различие. Только 19% проб бензинового ДВС признаны пригодными к дальнейшей эксплуатации. В то время как 94 дизельных проб признаны пригодными. Видите, да, с бензином очевидные проблемы. По ДСС, диспергидостабилизирующим свойствам, признаны пригодными 80% масел. Общая загрязненность годные 79% масел. И наличие абразивных частиц 5%. То есть продукты износа обычно в 4-5% проб. Это я уже не раз сталкивался. Общие итоги данного исследования покажут, что 43% дизельных и 100% бензиновых проб из бензиновых ДВС не пригодны к дальнейшей эксплуатации. При том, что 80% проб масла не утратило своих свойств и проблемы связаны с техническим состоянием конкретных ДВС. Износ таких ДВС 4 раза более интенсивный, нежели в ДВС, функционирующем на работоспособном масле. Ну и вот данные приведены из журнала «Химия» и о чем я говорил. То есть вы понимаете, да? Вот оно различие. Вот оно различие в ресурсе бензиновых и дизельных. Вот оно отношение к маслу. То есть основную роль играют, конечно, вот все эти разбавления. И сами условия. В дизельном, видимо, от того, что впрыск от сжатия, как-то это более, наверное, позитивно влияет. Ну вот такая ситуация. Здесь мы видим классический этот пример. Машина льет форсунки где-то. Это, скорее всего, ну я так предполагаю, могу ошибаться. SkyActiv непосредственный впрыск. У него там, мне видится, что загажены, наверное, камера. Форсунки, возможно, они льют. И вот происходит даже с таким крепким маслом, как Mobil 1 ESP. Вот такая неприятная история. Значит, ну, с владельцем мы, конечно, на связи с Дмитрием списались. Вот он уже там запланировал целый комплекс мероприятий. И чистку форсунок там, и ремкомплекты там, и все такое. Я надеюсь, что информация эта очень ему помогла. Он наладит мотор, машина будет работать дальше отлично. Так что пробег совсем небольшой. Там мотор в самом расцвете сил находится. Но тут обязательно, конечно, надо проследить и помочь ему нормально работать. Вот такой получился тест. Благодарю всех, кто посмотрел данный тест. Сергея и Дмитрия благодарю за предоставленные образцы, за поддержку канала. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Увидимся в следующих видео. Пока.